И всем при Games Games, вы не думал, Данил Геймстоп, у нас или будет такой ролик. У нас есть в деревне гора, точнее в деревне вроде, но в лесу, такая гора, которой не мог никто туда залезть. Все убивались, уже людей 10 человек, наверное, умерло. Один ребенок, 4 женщины и 5 мужчин. Я думаю, я заберусь. Для меня это челлендж, и я должен за один час залезть туда. Так что начинаем. Простите, соседи ведут ремонт, как всегда, у всех соседей зануды. Так что начинаем. Как вы видите, я все приготовил. Шляпа на месте, на немитая моя шляпа. О, чего? Минус 15 и сугроб под окном. Ого, уже все расчистили, глядите, какие уже бугры снега. Ну, выпало у нас, выпало. Потом расчистю. Все, наверное, мело ко мне. Ветер с юга, скорее всего, потеплит. Ладно. На южной стороне снега меньше. А вон в тот лес мы пойдем, и там обязательно, обязательно эта гора будет. И вон там, где это большое дерево, вот эти, там эта гора, не знаю, видно вам ее или нет, но она далеко. Километров 1 и 500 метров. Километры 500 метров, короче, идти. Вот на восточной стороне тоже уже не очень холодно. Где-то минус 2, наверное. Ладно, идем. Даже река не очень замерзает. Какие-то у нас погодные политические разговоры, ребят. Вроде ничего нет. Никакой горы. Заяц один. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Так. Ничего не вижу, ребят. На всякий случай меч. Ладно, вроде никакой опасности нет. Так что все окей. Не знаю, так, куда идти нам. Ну, вроде, как будто суда и леса какая-то. Ну, фух. Вроде ничего нет. Сегодня загадочного. Так, ладно, подождите. Так. Так, вроде так. Или я заблудился. Вон эта гора, вроде бы. И мы до нее почти дошли. Ура, ребятки. Ура, ура, ура. Прошло 2 часа. Где мои ягодки? Ой, ребят, я ягодок объелся. Красненьких. Малинки, клубники, земляники. О, это земляничный сок? Это что, кровь? Ой, телев? Нет, только не загадочность. Какая-нибудь. Опять? Какая-то постройка меня ждет или нет? О, точно. Подписчик говорил, какой-то жигуль стоит. И там люди вроде были сгоревшие. Их что, разодрали волки? Они были очень вкусные и жареные. А вот эта гора здоровая. А может, они с горы упали? Ну, тут точно с машиной разодрали. А этот, может, с горы упал. Гу себе оторвало. Наверное, об дерево ударился. И на ветку намоталось и оторвалось. Господи, господи. Листва отпавшие. Потому что деревья горели. И листва упала. Еще и осень в этой тайге восточной. Подождите. Мы же живем, знаете где? В Сибирской области. Ну, не очень холодно, конечно. Минус 15, но в Сибирске 22. Машина. Вот это да. Такая ржавая и сгоревшая, ребята. Ой, руль, кнопки. Вроде никого нет. Значит, это водители с машины. Номер. Какой номер? Белая это Беларусь. Гродно это город. С Беларуси 71. Биа это всякое. Ту-ту-ту. И 06. Значит, точно с Гродного. С Гродного. Потому что регион 06 это Гродно. Вроде бы. Вы, глядите, какой-то кусок отломленный. Как будто она оттуда ехала. С нашей деревни. Сколько вообще машины этой лет? Надо все расследовать. А сзади что? Бо, багаж. Багажник. У-у-у. Палки. Водичка хорошенькая. Водичка не тухлая. Сколько это машины тогда тут стоит, если не тухлая? Ха. И кто вообще эти такие люди? Ха. Напишите в комментарии, когда... Года... Га... 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 Короче. Кто они такие? Года... Эти. Ну ладно, не могу выговорить. Свои идеи пишите. Кто это такие? Может, это полиция какая-нибудь? Или скоро? Или какая-нибудь служба спасения? Хм. Но это я узнали у жителей в конце ролика. А вы пишите, пишите. И на лайков 20 я точно доберусь до этой горы. Этот путь будет очень сложный. Надо это почувствовать. Хе-хе. Какой у нас будет путь? Я думаю, не очень легенький. Ядовитый картофель. Чего? Ладно, заберем себе на анализ. Анализ. Я как полицейский. А вы напишите в комментариях свою догадку. Что это за картофель и люди? Потому что ядерный картофель. Может, тут взорвалось что-то, а подписчик подумал, что сгорело. И этот подписчик Ваня, я проговорил твое имя, теперь увидит 100 или 150, 200 людей. Потому что такие ролики даже на 300 залетают. Если наберем 300 просмотров, то обязательно два стрима перед Новым годом. И на Новый год. Майнкрафт 1 час, вы прикиньте. Так. Где деревня, уже запутался. Лесника, дом там. Вроде бы. А может, это лесник? Не знаю. Вот они, ягодки, которые я ел. Ай, они колючие. Так. Вот она, наша деревня. Сейчас я быстро расскажу тебе жителям. Сначала Нубику, может, Нубик знает, потому что полюбас эта машина ехала через него. Так что, давайте. Если что, я чуть-чуть приболел, насморок. Тут кашель небольшой. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, всё. Да-да. Чё да-да? Да-да, Калка. А ты знаешь, что за машина в лесу? Нет. Ладно. А расскажи. Какая-то машина с ядовитой картошкой. Ядовитой, то есть. А-а-а, я что-то слышал взрыв. А-а-а, подписчик Ваня. Значит, это не горела машина, а взорвалась. Ну, ничего страшного, что ты не догадался. Сейчас, подождите. О-о-о-о. Королевская ванна, которую я сделал в ролике, помогая Нубику. А-а-а-а. Так. Надо пройтись через холодную речку. Последние жители остались. И кто ж ещё? Шахтёры. Кто не знал, у нас шахта есть. Я же говорила, у нас всё шахтёрское. Так. В кое-каких роликах, где... А, про сто тысяч алмазов. Все ролики разобрали. О, снег идёт. О-па, снег. Вот тут уже снег, видите. Тут деревья, а тут под ними нету, больно. Всё. Погнали, погнали. Если у нас там дождь шёл, значит, у нас тут снег был. Так. Опа, всё прошёл по льду. Надо жителей звать. Где жители? Они все попрятались. Холодно. Блин, мороз прибавляется. Надо их искать. Все пропали куда-то. Но один житель пройбасу, где-нибудь снег чистит. Так, ребята. Ну, вроде их нет. Ладно. Я скоро вернусь к вам. Фу. Ребят, я позвал жителей. Они все тут были, в центре. Снег расчищали. Кто обсуждал что-нибудь, что сделать в следующем году летом. Жители рассказывают, зачем я вас звал и зачем вас искал. Короче, всё такое и то. Ну, рассказывай. Чудик ты. Ни чудик я никакой. И нашёл я машину сгоревшую, взорвавшую. Ну, лишь живёт ближе к тайге. Он сказал, что она взорвалась. Мы же бабах были. Но я не слышал. Это произошло вроде, наверное, летом. Потому что еда свежая, которую я приточил. Но ядерная картошка. Значит, был взрыв. Вот. И вы слышали? Я нет. Я нет. А ты, Алексей наш, этот, как он, библиотекарь. Я чё-то слышал. Я был ближе к лесу, собирал грибы. Это было в начале сентября, где-то пятого. Ещё была жара. Где-то тридцать. Понятно. А ты зачем подошёл, кузнец мой любимый? Сергей, или как тебя зовут? Ну, я слышал, это, по новостям, что говорили, вертолёт прилетел и видел машину. И она ещё дымилась. Это было в начале, начале, да, сентября вроде, да, жарко было. Но там людей не было и крови не было. Вертолёт прилетал тридцать метров от земли. Значит, растащили волки-лисы, да, ёжики пораскусали чуть-чуть. Ладно, мы расследовали это убийство, или взрывательство, или что-то загадочное. Ладно, ребятки, вы были у Данил Геймсов, сейчас вы дома. На 20 лайков стрим. Какой-нибудь такой же ролик попытаюсь сделать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok